В Vime есть три режима работы. Давайте я вам покажу их. Первый режим называется Normal. Это режим по умолчанию. И любая клавиша в нем воспринимается как некоторая команда. Есть еще сложная команда, которая начинается с 2. Мы уже знаем две такие команды. 2.q и 2.help. Следующий режим называется режим вставки. В нем нужно вводить текст. То есть все, что будет включаться клавиатурой, будет восприниматься как текст. И вставляться. Чтобы выйти из него, нажимаем Escape или Ctrl-C. И там попадаем в Normal режим. И наконец, третий режим. Режим выделения. Visual режим. В нем можно выделять большие фрагменты текста, копировать и потом в режиме вставки их вставлять. Давайте начнем знакомство с командами. Итак, чтобы перемещаться внутри файла, можно использовать стрелочки. Однако традиционный способ перемещения в Vime файле используем клавиш h, g, k и l. Они находятся рядом на клавиатуре, а стрелочки находятся низко сбоку. Поэтому, если вы научитесь перемещаться при помощи этих клавиш, то работать вы будете быстрее. Можно перемещаться не по символам, а сразу по словам. Для этого есть специальные клавиши W, E и B. Если мы хотим перемещаться еще крупнее, то можно использовать клавиши 0, значок доллара и значок галочка вверх. Соответственно, перемещаемся в начало строки, на непарабельный символ и в конец строки. И, наконец, для еще более крупного перемещения можно использовать сочетание маленьких j и j. Начало файла, g в конец. Можно перейти на конкретную строчку или перейти на некоторую часть экрана. Вверх и вниз. В терминале это выглядит так. Давайте откроем еще раз произведение Джона Леннона. Нажмем g, то есть shift g, чтобы переместиться в самый конец. Vime сообщает нам, в какой строчке и в каком символе мы сейчас находимся. То есть, если я сейчас нажму несколько раз в клавишу или перемещусь правее, то символ у меня поменяется. Можем перейти на какую строчку до 31, например, 21. Сместимся чуть-чуть наверх. Чтобы перейти в конец строки, нажмем shift 4, то есть символ доллара. Наконец, можно нажать ctrl u, чтобы подняться немного наверх. Спустимся на строчку, попробуем понажимать W. Мы будем перемещаться по словам. Например, how to do. И так далее. Чтобы выйти из редактора, нажимаем двое точие, cue. Спасибо за субтитры Алексею Дубову. Продолжение следует...